Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 ноября. Страдания святого великомученика Меркурии. Нечестивые цари римские, Деки и Валериан, собрав своих, созвав князей и вельмож, имели совещание с ними о распространении чествования своих лживых богов и истреблении и уничтожении святой христианской веры. Единодушно с общего согласия они издали в Капитолии следующий указ. Римские цари, непобедимые победители, присночестные, великие, верные, Деки и Валериан с вельможами. Так как мы испытали благодеяния и дары наших богов и вместе с тем насладились победами, которые они подают нам на врагов, так как к тому же мы изобильно получаем от них всякого рода плоды через благорастворение воздухов, исчездаем их своими благодетелями и устроителями общего благополучия, то поэтому по совещании с вельможами единодушно повелеваем, чтобы люди всякого звания свободные и рабы, военные и невоенные, приносили жертвы богам, преподая и усердно молясь им. Если же кто осмелится нарушить наше царское повеление, изданное нами на общем совещании, того мы и повелеваем, связав, бросить в темницу, потом предать различным мучениям. Если, раскаившись, он подчинится повелению, то будет удостоен нами не меньшей почести. Если же будет противиться это после многих мучений, пусть будет казнен через усечение мечом, или пусть будет брошен в море или отдан на съедение птицам и псам. В особенности же так должны быть казнены христиане, если найдется кто-либо из них веры, повинующиеся же нашему повелению получат великие почести и подарки. Желаем благополучно здравствовать. Когда был издан такой царский указ, то весь Рим пришел в смятение, ибо это безбожное повеление было объявлено по всему городу и послано в окрестные города и страны. В то время на римское государство восстали варвары. Цари приготовляли своих воинов и приказывали воинским полкам из всех городов сходиться в Рим. Тогда пришел и тот полк, в котором Меркурий был воином. Этот полк назывался Мартенцес из Первой Армении под начальством трибуна Сатурнина. По отбытии царя Деки на войну, Валериан остался в Риме. Когда во время войны римлян с варварами, между ними произошла продолжительная битва, в Меркурии явился ангел Господень в образе великого человека. Одетый в белой одежды и держав в своей руке меч, он сказал ему, «Не бойся, Меркурий, и не страшись, ибо я послан на помощь тебе, чтобы сделать тебя победителем. Прийми сей меч и устремись на варваров, и когда победишь их, не забудь Господа Бога твоего». Нахотясь как бы в состоянии иступления, он принял явившегося ему за одного из римских князей. Взяв подаваемый ему меч, он устремился с великим мужеством на врагов и посекал их, как стебли растений. Пройдя сквозь варварские полки, он достиг до самого варварского царя, убил его мечом и поразил вместе с ним великое множество храбрых воинов, так что меч прилип от крови к руке его, так варвары были побеждены и обращены в бегство римлянами. Тогда Деки, узнав о великой храбрости Меркурия, призвал его к себе и почти с великими дарами поставил его начальником над всем войском. Деки, думая, что враги были побеждены с помощью богов, был весьма рад, и раздав воинам много золота, отпустил каждого к себе в домой. Сам же, идя с Меркурием к Риму, устраивал по городам большие пиры. Однажды ночью, когда военачальник Меркурий спал, пришел к нему ангел таким же образом, как и в первый раз, и, толкнув его, вбок разбудил. Поднявшись и увидев явившегося, он как бы онемел от ужаса. Ангел сказал ему, Меркурий, не помнишь ли, что я сказал тебе на войне? Смотри, не забывай Господа Бога твоего, ибо тебе надлежит пострадать за Него и получить венец победы в преславном царстве и его со всеми святыми. Сказав это, ангел сделался невидим. Он же, придя в себя, начал благодарить Бога и вспомнил о христианской вере, о которой слышал от деда и от своего отца. Отец его по имени Гордиан, состоя воином в том же полку, которым впоследствии числся и он, Часто говорил, блажен, кто состоит воином царя небесного, потому что получит от него награду в небесном царстве, Ибо этот царь сотворил словом всяческое, будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его. Вспоминая эти слова своего отца и размышляя умом о явлении ангела, Меркурий умилился сердцем и начал плакать и рыдать, говоря, «О вы мне, грешному! Будусь и как бы ветви зеленого дерева я засох, не имея ныне корня познания Бога». Когда он так говорил с рыданиями, царские слуги пришли звать Меркурия к царю на некоторое совещание. Меркурий отказался, сказавшись больным, и царь отложил совещание на другой день, и бы не хотел совещаться без Меркурия ни о чем. Так он любил и почитал его. Поутру, пригласив с почетом к себе Меркурия, царь совещался с ним о том, что относилось к пользе римского царства. По окончании совещания царь сказал Меркурию, «Пойдемте вместе в храм Артемиды, чтобы принести жертвы ей». Святой тайно уклонившись от царя, пошел в свое жилище. Некто же из вельмож оклеветал его перед царем, говоря, «Великий царь, непобедимый победитель, избранный богами для обладания царством, благоволись скротостью выслушать меня, тот, который получил почести от вашей царской десницы, которая ваша держава прославила и возвеличила. Вот он не пришел в храм великой богини принести жертву за нашу державу?» Царь спросил, «Кто это не хочет приносить в единомыслии с нами жертвы достатистимой Артемиде?» Советник Катул отвечал, «Меркурий, которого возвеличила ваша царская милость, он отказывается от поклонения нашим богам». Царь сказал, «Не по зависти ли какой вы клевещите на него? Не поверю вам, пока сам не испытаю его и не удостоверюсь твердо. Если не окажется того, что вы говорите, то примете много казней за свою клевету. Если же это окажется истиной, то за верность богам и нашему царству будете удостоены почести от нас». Сказал этот царь, тотчас послал пригласить Меркурия с честью. И когда он явился, Декий сказал, «Не я ли оказал тебе почесть, поставив тебя начальником над всеми моими князьями по той причине, что с помощью богов ты победил врагов? Зачем же ты оказываешься неблагодарным за такие мои благодеяния тебе и презираешь власть и повеление мое, не воздавая подобающей чести нашим богам, как мы слышали от некоторых верных нам людей?» Доблестный воин Христов, совлекшись по апостольскому слову ветхого человека с деяниями его и облегшись через крещение в нового, созданного по Богу, с дерзновением отвечал, «Пусть почесть твоя будет с тобою, ибо я победил врагов не с помощью ваших немощных богов, но силой Христа Бога моего. Однако возьми от меня то, что ты дал мне, ибо нагде вышел из срева матери моей нагой и отойду». Сказав это, он снял воинский пояс и начальственническую одежду и бросил к ногам царя с громким восклицанием, «Я христианин! Слышите все, что я христианин!» Тогда Деки пришел в ужас, и в молчании, смотря на святого, удивлялся его смелому слову и делу. Удивился еще и красоте тела его, ибо святой был высок ростом, румян лицом, и в самом зоре его светилось мужество. Потом он повелел заключить его в темнице, говоря, «Этот человек не оценил своей чести, но когда он испытает бесчестие и огорчение, думает, что обратится к благочестивой мысли». Святой, когда отвели его в темницу, славил и благодарил Бога. Ночью ему снова явился ангел Господень, говоря, «Будь мужествен, Меркурий, и не бойся. Веруй в Господа, которого ты исповедал, и Он избавит тебя от всякой печали». Меркурий был весьма укреплен этим ангельским явлением. Поутру на другой день царь Деки сидел на судилище, и когда Меркурий пристал перед ним, сказал ему, «Через свое безумие ты заслужил такую честь, что стоишь, как осужденный на суде». Это в смысле насмешки, честь употребленного вместо бесчестия. Святой отвечал, «Поистине мне приличествует такая честь ради моего Господа. Ты взял то, что вскоре погибает, я же получу то, что пребывает вовеки». Царь сказал, «Поведай нам, какого ты рода и отечества?» Святой отвечал, «О роде моем и отечестве, если хочешь узнать, я скажу тебе. Отца моего звали Гордианом, по происхождению он скифянин, и был воином в полку Мартанцов. Отечество же мое, которому я с ревностью иду, есть горний Иерусалим, город царя небесного». Царь сказал, «Почему ты не повинуешься нашей воле? Почему не исполняешь заповеди, данные нами для всех? Почему не хочешь поклониться Богам, чтобы получить свой прежний сан? Или хочешь умереть в мучениях? Отвечай скорее, потому что ты для этого призван». Святой Меркурий сказал, «Я пришел сюда для того, чтобы победить тебя и твоего отца дьявола, виновника всякого зла, и получить венец победы от подвига положника Иисуса Христа, моего Господа. Исполняй надо мной без отлагательства то, что замышляешь, ибо у меня есть броня и щит, которым преодолею все измышляемые тобою против меня мучения». Тогда царь, разгнелшись, сказал, «Так как ты говоришь, что имеешь броню и щит веры, то повелеваю повесить тебя на гимн, растянув между четырьмя столбами». Когда это было сделано, мучитель сказал, «Где у тебя ныне орудие для борьбы твоей?» Святой же Меркурий, возрев на небо, сказал, «Господи Иисусе Христе, помоги мне рабу Твоему». Царь повелел принести острые ножи и мечи, резать тело святого, а на земле под ним развести огонь, чтобы израненный сверху ножами и мечами, а снизу опаляемый огнем, он жестоко страдал. Когда стали делать это, из тела его кровь потекла ручьями, так что даже огонь погас от крови, а святой все терпел доблестно. После этого Декий повелел отвязать его, чтобы он не умер слишком скоро. И крепко запереть в некотором помещении. Слуги, взяв его, понесли, ибо он не мог сам идти, будучи еле жив. И бросили его в тюрьме, думая, что он тотчас умрет. И святой лежал, как мертвый, только чуть дыша по причине жестоких ран. С наступлением ночи ангел Господень пришел к нему и сказал, «Мир тебе, дорогой страдалец!» И исцелил его от ран. Святой, ощутив в себе силу, стал здоровым и благодарил Бога, посетившего его через своего ангела. Поутру царь снова поверел представить к нему Меркурия. Воины, пойдя за ним, нашли его здоровым и, взяв, повели его к царю. Царь, увидев, что он здоров и ходит без нужной помощи, сказал, «Тот, которого вчера унесли от нас мертвым, ныне ходит сам, как будто бы не имел на себе никакой раны. И повелел воинам осмотреть раны его. Осмотрев тело мученика, они сказали царю, «Клянемся целостью твоей державы, у Меркурия все тело невредимо, без всякого порока, как будто бы никогда никакое мучение не прикасалось к нему». Царь сказал, «Он непременно станет говорить, что его исцелил Христос, не приводили ли вы к нему в темницу какого-либо врача?» Они отвечали, «Клянемся вашей державою, управляющей всем миром, что никто не осматривал его, ибо мы думали, что он тотчас умрет. А как он исцелился и стоит ныне здоровым, мы не знаем». Царь сказал, «Посмотрите на христианское колдовство. Тот, который вчера оказался мертвым, сегодня стоит здоров перед нами». И с яростью сказал святому, «Кто тебя исцелил, скажи нам по правде, ибо я не считаю возможным для тебя исцелиться, иначе как через колдовство». Святой отвечал, «Как ты сам первоначально сказал против своей воли, так и есть. Господь наш Иисус Христос, истинный врач души телес, исцелил меня. Он, который, связав нерушимыми узами всех колдунов и чародеев, вместе с поклоняющимися идолом, предаст их гиенскому огню за то, что они не познали истинного Бога, создавшего их». Царь сказал, «Я снова растеку твое тело ранами и посмотрю, исцели ты тебя, Христос, которого ты исповедуешь». Святой отвечал, «Верую в Господа моего Иисуса Христа, что ты не победишь меня всеми своими измышленными против меня мучениями, ибо я нисколько не боюсь их, будучи укреплен словами моего владыки, который сказал, «Не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить. По умерщвлении он воскресит меня снова в страшный день праведного суда». Царь повелел снова мучить его огнем и ранами. Когда святого били и жгли огнем, то от опаляемого тела его вместо смрада исходило великое благоухание. Мученик терпел так доблестно, что не испустил крика, ни стона, ни вздоха, так что все дивились терпением его. Царь сказал ему, насмехаясь, «Где ныне твой врач? Пусть придет сюда исцелить тебя, ведь ты говорил, что он может и по смерти воскресить тебя». Святой Меркурий отвечал, «Делай, что хочешь. Ты имеешь власть над телом моим, над душой же, Бог. Хотя бы ты и умертвил мое тело, однако душа пребудет нетленной вовеки». Царь повелел повесить его вниз головой, на шею же его привязать большой камень, чтобы давимой тяжестью камня он умер. Мученик же, укрепляемый благодатью Божией, в продолжении многих часов претерпевал это мучение, оставаясь живым. Потом, отвязав камень, царь повелел бить его бичами, концы которых были окованы мелью, и били его так жестоко, что земля обогрелась кровью его. Он же твердый, как Адамант, мужественно терпел, говоря, «Благодарю тебя, Господи, что сподобил меня пострадать за имя Твое». Царь, видя, что мученика никак нельзя склонить к воле его, и не имея более времени мучить его, ибо спешил идти скорее в Рим, постановил над ним такой окончательный приговор. Меркурия, который изменил наших богов в ничто и презрел честное постановление нашей кротости, наша держава повелевает ввести в Каппадокийскую страну и там отрубить ему главу для вразумления многих, ибо всякий противящийся царю будет казнен мечом после многих мучений. Воины, взяв святого, положили его на животное и крепко привязав его, ибо он был весьма расслабен телом по причине многих мучений, повезли в Каппадокию. Когда они были в Кесарии, Господь явился святому и сказал, Меркурий, приди ко мне и успокойся, течение ты совершил, веру соблюл, прими же венец подвига твоего, ибо здесь тебе должно скончаться. Мученик, весьма укрепленный этим видением спаса и желая скорее разрешить от тела и жить со Христом, сказал бывшим с ним воинам, «Совершите то, что приказано вам, не откладывая боли. Господь же, призывающий всех к покаянию, да подаст вам свою благодать. Богатой милости он преизобильно подает свои дары приходящим к нему». После того, как он это сказал, голова его была усечена. При исповедании им спаса нашего Иисуса Христа месяца ноября 24 дня. На второй день по кончине святого тела его оказалось белым, как снег, и от него исходило благоухание драгоценного мира Эфимиама, и по причине такого чуда многие уверовали во Христа. Святое тело его было с честью положено на славном месте, подавая больным многие исцеления. Этого воина, святого великомученика Меркурия, душой уже торжествующего на небе, возбранного его да Пресвятая Богородица призывала спустя значительное время на следующую свою воинскую службу. Когда святой Василий Великий молился перед иконой Пресвятой Богородицы, при котором было изображение святого великомученика Меркурия с копьем, как воина, чтобы зачастивый царь Юлиан Отступник, великий гонитель и истребитель, правоверных христиан, не возвратился из персидской войны для истребления христианской веры, то увидел, что там, при иконе Пресвятой Богородицы, образ святого Меркурия сделался на некоторое время невидимым, потом показался сокровавленным копьем. Пояснение. Император Юлиан Царствов с 361 по 363 год, сделавшись императором, он отступил от христианской веры и поставил задачей своей жизни восстановление язычества. Посему он и назван Отступником. А в то время самая Юлиан Отступник был пронзен на персидской войне копьем неизвестного воина, который тот час после того сделался невидим. Окаянный Юлиан, извернув вверх, вынувши из него кровь, обращаясь к небу с такими хульными словами на Христа, «Ты победил, галилеянин!» умер со злобой на устах. Это чудо сделалось тогда явным, ибо по молитвам святого Василия Великого сама Пресвятая Богородица послала этого угодника Божия из своего святого победоносного великомученика Меркурия от церкви торжествующей к церкви воинствующей на казнь богопротивного отступника Юлиана на защиту святой веры и православных христиан. Его святым предстательством и защитой пусть будем и мы сохранены от благопротивных врагов, побеждаемых с помощью Его. И будем вместе с Ним славить Бога и Богородицу во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.